Привет всем, друзья! Сегодня будем делать классную крутую самоделку из газовой горелки от пропановых баллончиков маленьких, из-под кемпинг-баллонов. Понадобится редуктор большой от большого пропанового баллона, три хомута, шланг кислородный и небольшой набор инструментов. От редуктора нужно открутить штуцер, нам понадобится только штуцер отсюда, редуктор он не нужен будет. Откручивается довольно-таки неплохо, я уже, кстати, его откручивал. Теперь надо вот эту вот верхнюю часть, горелку, открутить, тоже откручивается несложно. Возьму шланг кислородный, отрежу небольшой кусочек. Все, это больше нам не понадобится, уберу в сторону. Теперь надо одеть хомут. Беру такую вот отвертку я с головками. Штуцер вставляю сюда и хомут затягиваю. Все, затянул хорошо. Теперь ставлю два хомута. Сюда два хомута обязательно надо. Вставляю в шланг трубку. Трубка меньше диаметра, намного. А нам надо, чтобы было герметично. Герметичность нам необходима здесь. Теперь затягиваю два хомута, чтобы надёжно было. Теперь следующий. Так, самоделка готова. Теперь приступаем к следующим действиям. Для крутой самоделки понадобятся газовый баллон и кемпинг, пропановый большой баллон и весы обязательно. Сейчас возьму ключ разводной и уже буду стыковать самоделку. Переходник на баллоны. Таким образом я буду экономить деньги на газе. Один баллон, я раньше, помню, покупал где-то около 80-90 рублей стоил. Туда входит 220 грамм газа. Газ стоит 16 рублей. Ну, где-то у кого-то, может, подороже. 200 грамм, вообще копейки обходятся. Сейчас соединяю я уже с этим соединителем. И газовый баллон нужно вниз опустить, чтобы нам его заполнить. Газовый баллон нужно опустить краном к низу. Открываю кран на баллоне и теперь открываю на маленьком, на кемпинге баллоне. Газ пошел. Таким образом надо чуть-чуть шевелить, чтобы он перетекал по баллону, так больше войдет. Переполнять баллон ни в коем случае нельзя. Я поставил для этого весы, будем взвешивать. Чуть-чуть побольше открою. Там уже чувствую, что шевелится. Ощущается так вот. Бултыхание. В принципе, достаточно. Закрываю баллон. Закрываю кран уже здесь, возле баллончика. Переворачиваю обратно. Отсоединяю. И ставлю на весы. Весы показывают 146 грамм. 144, но ничего страшного. Нужно еще заполнить, чтобы хотя бы было бы 220. Ну, может там чуть побольше, чуть поменьше. Сейчас еще добавлю. Также опять подсоединяю. Опускаю вниз. Открываю кран. И заполняю снова. По времени надо там просто сориентироваться. В зависимости давления какое, сколько газа здесь. Ну, я так на глаз. Ну, если что, мне не трудно второй раз подсоединить баллон и опять же его дополнить. Экономия денег очень высокая. Как бы, ну, если что, даже 20 рублей. Ну, я не знаю, там 200 грамм, это вообще копейки. Получается. Можно заполнять баллоны как себе, так же и соседям. Я хожу на рыбалку, мне вообще необходимо там чаек приготовить, может что-то покушать. Вообще незаменимая вещь. А это получается как бы практически бесплатный газ. Можно закрывать. Все, переворачиваю. Отсоединил. Ставлю на весы. Весы показывают 226. В принципе, это норма. Там 2 грамма ничего страшного нету. Роли большой не сыграет. Друзья, кому видео было интересно и полезно, обязательно оцените лайком. Те, кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь. Впереди ждет очень много интересного. Всем удачи, пока!